Если у вас септика организована, то вы должны быть служащие. Ну нету септика. А куда вы сбрасываете им тогда свои фекалии? У нас все туда и я. Такие действия одни жители Соболевки считают нормой, другие делают вид, что не понимают, какой причиняют вред окружающей среде. Владельцы домов, у которых не установлены так называемые септики или выгребные ямы, по факту сбрасывают неочищенные источные воды на рельеф. Таких нарушителей ждут отключения от водоснабжения и ответственность вплоть до уголовной. Во время обхода глава города призвал каждого жителя Сочи как можно скорее устранять нарушения. Мне показалось, что я их убедил в том, что самое страшное, что происходит, они сами не ведают, что делают. Они сами уграбляют экологию, окружающую среду и сами от этого болеют. И, конечно, болеют их дети, но и, конечно, те гости, которые к нам приезжают, они тоже вынуждены оккупаться в том море. Многие уже приступили к устранению нарушений. Так, например, многоквартирные дома по улице Молодогвардейской, где сейчас установлены лосы, уже проводят работы по подключению к центральной канализации. Завершить их планируют к концу недели. В свою очередь администрация города совместно с водоканалом делает все возможное, чтобы быстрее решить проблему канализования и частного сектора. Начата прокладка канализационного коллектора. На сегодняшний день 50 домов многоквартирных, которые находятся в этом микрорайоне, подключены к этому коллектору. Поэтому на сегодняшний день остается проблема только частный фонд. По мере прокладки весь частный фонд может подключаться к этому коллектору. Житель улицы Пятигорской Николай раньше пользовался септиком. После подключения к центральной канализации утверждает, что остался в выигрыше. Теперь всем соседям советуют не откладывать решение проблемы. Стоял ужасный запах практически постоянно. Обслуживание септиков – это огромные затраты финансовых средств, поскольку постоянная откачка и наладка системы. После того, как мы выполнили требования администрации и подключили к системе центрального канализирования, эти проблемы отпали сами собой. В Соболевке начнет работать специальная комиссия. Для тех жителей, кто не понимает, каким образом устранить правонарушения, будут проводить консультации. Как говорят специалисты, главное – желание самих сочинцев решить проблему. А с документами им помогут. – Куда вывозишь? – На свалку. – На какую свалку? – На Селидзе. Этого водителя поймали буквально на месте преступления. Мужчина пытался вывезти мусор на несанкционированную свалку по улице Леселидзе. Имя своего работодателя водитель назвать отказался. – Вы понимаете, что вы правонарушитель и везете мусор в неустановленное место? Понимаете? – Да. Водитель пообещал в предзакон не нарушать, но к административной ответственности мужчину все же привлекли. Также во время встречи с Анатолием Пахомовым жители микрорайона обратились к главе с просьбой ограничить движение большегрузов по району. Уже сегодня сотрудники администрации Хостинского района совместно с представителями автодорожного университета начали работу над совершенствованием проезда большегрузов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.